Здарова, народ! Это подкаст «Ваха на пальцах», в котором я рассказываю о лоре Вархаммера человеку, который ничего в нём не понимает. Меня зовут Кронос, и у меня имеется небольшой канал, на котором я в основном рассказываю про игры. А я Маша, я его жена, мне неинтересен Вархаммер, но мне неловко уйти. Данный подкаст вы можете слушать на ютубе и на стриминговых сервисах. Если у вас есть желание, вы можете поддержать данный подкаст через Бусти или Патреон, или у нас там ещё где-то указана уникальная карта, на которую уходят деньги моей жене. Донатьте нам. Вот всё, что ты можешь сказать? Да, я здесь ходи этого. Дисклеймер, она здесь находится без принуждения, в добром уме и доброй памяти. Подтверди, пожалуйста, что я тебя не вынуждаю. Ну, мне нормально задонатили за скавинов, поэтому я надеюсь, что эта тема будет не менее популярна среди сообщества. Самое смешное, что мы сегодня будем в каком-то смысле говорить про любовь. Ты говоришь про деньги. Так, ладно. Сегодня в качестве темы я выбрал одного персонажа, как в начале мы с тобой делали. Люди, в принципе, больше, похоже, заинтересованы в том, чтобы обсуждать расы, но в мире в Ахе довольно много всяких любопытных личностей, и я решил взять одну из, наверное, самых любимых в сообществе. Влада фон Карштейна, первого графа вампиров в Сильвании и всё такое прочее. Так что сегодня я немножечко пройдусь по его легенде, так сказать, перечислю некоторые его заслуги и тому подобное. Мне надо записать, предиктуй. Фон Карштайн. Не знаю, зачем мне эта информация, но я записала. Люблю мужчин по имени Влад. Какое совпадение. Это мой фетиш. Кингшеймить нас будут в комментариях. Что делать? А ты не знаешь слова кингшейминг? Ну, кинг — это не обязательно сдевяться сексуально, но это, ну, фетиши, да, вот. Шейминг, ну, унижение, порицание. Порицание за фетиши. Ладно, забей. То есть просто слово «рыгать» ты назвал умным, зумерским словом. Йоу, ты чё, не на волне со мной? Слышь скейтборд, Вархаммер. Что ещё популярно у молодёжи? Тикток хаус. Кринж. Кринжи, туалеты. Кринж. Да не, кринж — это наш слово, а не у нас его украли. Начнём с места, с которого это всё стартовало. Я не придумал, как пошутить и не вызвать ни у кого ярости. Представь себе самый ужасный город, в котором ты была. Да, я представляю себе такой город. Я даже знаю, кажется, я там тоже был. Кажется, да. Теперь ухудши его в несколько раз. Куда уж. Мне кажется, он идеален. В общем, на востоке империи, империю, я думаю, ты помнишь, существует княжество, слэш графство, которое называется Сильвания. Такое дурятское название. Это очень легко запомнить. Да, пожалуй. Ты поняла, от чего это производное? Нет? Спойлер, там будут жить вампиры. Где живут вампиры? Где? В Трансильвании. А-а-а. Ты серьёзно не поняла? Я не поняла, слишком сложно. Слушай, человек, который придумает название для геймс-воркшопа. Поздравляю. То есть они отрезали Трансильвании. Да. Слушай, ну я напоминаю, что в этом мире есть страны под названием Ниппон, Инд и Катай. Кислим это самое креативное, пожалуй. Они зацензурили название, руководствуясь новым законом про пропаганду. Воу, актуальные темы. Да. Короче говоря, Сильвания находится на востоке империи, и это дыра сраная. То есть... Это часть империи или это отдельные... Это часть империи. Ну, область. Я не знаю просто, я с географией не очень хорош. А то есть тут люди будут, да? Поначалу да. Оу. Место это дерьмовое. То есть сама по себе империя по большему счёту покрыта лесами. Сильвания при этом это ещё и горы, пещеры и болота. Леса, горы, пещеры и болота. Идеальное место просто жить невероятно приятно. Это приводит к тому... Во-первых, когда-то давным-давно в Сильвании жил очень могущественный чёрный колдун. И вот все эти факторы приводят к тому, что туда стекаются всякие сомнительные личности, вроде некромантов, культистов, хаоса, мутантов, и прячутся по всем этим лесам, пещерам и горам. Люди живут, ну, в деревнях и в городах только. А зачем им прятаться вот по вот этим вот... Потому что нормальный человек при встрече с таким обычно снесёт ему голову без вопросов. Некромантия не разрешена, быть демонопоклонником нельзя, а если ты мутант, то тебе стреляют в лицо без вопросов. А почему бы не отправиться в место, где быть некреомантом нормально? Потому что на момент старта таких мест нету. Зачем тогда становиться некреомантом? Бессмертие, воскрешение скелетов. А почему тогда не все становятся некреомантами? Ну, потому что нельзя просто взять и стать некромантом. Почему? Почему все не становятся блогерами? Хороший вопрос. Вот с некромантами то же самое. Ну, любой может ведь. Да, может, но его будут порицать. Блогера? Некроманта. Короче говоря, местечко очень хреновое. Местечко хреновое, и всё ухудшается тем, что, разумеется, у такого места должен быть херовый правитель. Насколько я помню, на самом деле, Сильвания в целом в качестве ресурсного места не так уже плоха. То есть там добывают руду, естественно, добывают древесину во всём этом. Но жизнь не сахар. То есть, типа, добровольно туда никто не поедет. Ну как, некреоманты едут добровольно? Я имею в виду нормальных, обычных, среднестатистических людей. И ко всему этому прибавляется то, что на момент старта нашего рассказа правит всем этим местом граф Отто фон Драк. Это важно? В целом, да. Можно записать фон Драк просто. Отто просто замечательный человек, который обожает казнить крестьян по любому делу. Который ненавидит всех вообще, кого только можно. Который бухает, как не в себя, когда он очень сильно набухивается, считает, что он перерождение Сигмара. И что самое ужасное, вот назови, что может быть хуже, чем быть некромантом, мутантом или ещё чем-то? Блогером. Налоги. Он поставил огромные налоги. Самое ужасное преступление вообще во всём мире. Короче, Отто все ненавидят, но он законный правитель этих земель. Он наследником сын своего отца, так сказать. Поэтому, ну, его терпят. Он живёт в замке Дракенгов, и у него есть дочь, Изабелла. Это важно? Изабелла очень важна. И вот здесь мы, наконец-то, подходим к началу нашей истории. То есть нам нужно было немножечко контекста. Итак. Отто умирает. Его сразила какая-то болезнь, но он на смертном адре, или одре, как правильно? Адре. Он на смертном адре. Но есть проблема. У него дочь. В чём эта проблема? Проблема в том, что унаследовать престол может только мужчина. Почему? Потому что таковы законы империи тех лет. Дурацкие законы. Извини меня, это эпоха типа Ренессанса. Женщины тогда имели не такой большой вес. Будем реалистами. Ну, ты только про Европу сейчас говоришь. Мы в Европе, ёпта. Ладно. Короче говоря. Изабелла. Безумно красивая женщина. Девушка на тот момент, возможно. Я не знаю, кстати, точного возраста. И, с одной стороны, к ней вроде бы много ухажёров. Но есть две проблемы. Во-первых, отец, двинутый на всю фазу. И он отказывает вообще всем, кто приезжает. Все они недостойны абсолютно. Во-вторых, Изабелла, несмотря на красоту, не так, чтобы прям сильно привлекает мужчин. Потому что она, ну, мужикоподобно это не совсем правильно. Не уверен, как это в русском языке сказать. Она тамбойка. То есть, ей нравятся мужские развлечения, охота, соколиная охота в том числе и тому подобная фигня. То есть, она проводит много времени на коне и всё такое прочее. Не так уже много желающих на ней жениться на самом деле. А престол может наследовать только мужчина. Поэтому у Отто, помимо того, что он умирает, есть ещё и проблема в том, что он просто в безумной ярости из-за того, что его род сейчас закончится. Но у Отто есть брат Леопольд. И брат хочет жениться на дочери Отто. Как-то это странно. Если ты... Что, по-твоему, эти люди были недостаточно злыми? Но Отто ненавидит Леопольда до глубины просто всей своей чернейшей души. И в сердцах он произносит в этом стиле «Да я отдам свою дочь в жону хоть демону хаоса, лишь бы не Леопольду». В это время на дворе идёт дождь, гроза, небо застла над оттёмными тучами. И вдруг раздаётся стук копыт и шум колёс. Раздаётся разряд молнии и в дверь замка стучат. В этот момент священник Сигмара, который всё это время находится рядом с ложем Отто, падает в обморок. Двери замка распахиваются и входит высокий, красивый, статный, черноволосый мужчина с пронзительными глазами и властным голосом и требует отдать Изабеллу ему в жёны. Он не знакомит, представляется Владом фон Карштейном. Он утверждает, что он благородных кровей из какой-то очень дальней страны. И Отто соглашается. Почему? В глубине души он чувствует, что что-то не так. Но, во-первых, он только что буквально поклялся отдать свою дочь кому угодно замуж, лишь бы не Леопольду. Во-вторых, во Владе что-то есть. В нём вот есть какая-то харизма. Он ему почему-то доверяет. В следующие буквально 24 часа происходит следующее. Отто отдаёт концы. Влада и Изабеллу венчают буквально у его тела, которое лежит на кровати. После этого Влад выгоняет священника просто на мороз. Говорит, что я не хочу видеть тебя в своих владениях. И дальше я чуть-чуть приукрашу, но мне кажется, это будет забавней. Дальше Влад берёт Леопольда. Забирается на вершину самой высокой башни. И вырывает у него сердце. Бросает труп Леопольда вниз к крепостным стенам, где его тело сжирают воздух. Волки. А сердце Леопольда швыряют в воздух, где его сразу же съедают летучие мыши. Это был подарок Изабелле. Она лично попросила его убить брата его отца. Как по-твоему, это хорошее начало отношений? Отвратительное. Между прочим, перед тобой сейчас самая стабильная и адекватная пара мужа и жены во всём Вархаммере. Очень странно. Мне кажется, не стоит ничего хорошего ожидать от персонажа, который так появляется и такое делает в первые минуты. В основном я их нашёл, когда они уже были перевоплощены в вампиров. И очень мало артов, где они живые. Вот это единственный хороший арт, который я нашёл, где они ещё выглядят адекватно. Ну, с какой-то странной эмоцией они друг на друга смотрят здесь. У меня не было особо большого выбора, но другой прикол. Вот, просто для сравнения. Это вот просто хороший арт, который я нашёл. А это арт, насколько я понимаю, официальный. Я не знаю, из каких он годов, но, в общем, ты сейчас поймёшь, о чём я. Metal as fuck, как говорится. Серьёзно? Это, по-моему, 80-е, 60-е, 70-е где-то. Это такие вот официальные арты были в первых изданиях. Да. Какой лучше? Не знаю, затрудняюсь выбрать. Ну, во второй я хотя бы верю, что у них любовь. Собственно, Влад теперь полноценный правитель небольшого куска Сильвании, насколько я понимаю. То есть, он не получил сразу себе всю провинцию целиком. Он получил конкретный замок и конкретные земли вокруг него, если я не ошибаюсь. И внезапно начинает происходить много вещей. Во-первых, что самое странное, Влад оказался очень адекватным правителем. Он понизил налоги. Откуда он вообще взялся и что это за перформанс? Я думаю, я это ближе к концу расскажу, потому что у него есть несколько предысторий, но это всё ненадёжные рассказчики. Поэтому их лучше будет в конце закрыть, я думаю. Он понижает налоги. И внезапно он начинает реально улучшать жизнь в стране. Начинаются... Ну, то есть, исчезают всякие культисты хаоса. Они прям вырезаются беспощадно. Они пропадают по ночам. Их иногда уничтожают. Ну, как бы так сказать... Они все исчезают, начинают подозрить. Они просто испаряются. То есть, никто не знает в чём дело, но все вроде бы довольны. Это как бы поначалу всё вроде бы нормально. Но дальше начинаются более странные вещи. Например, Влад начинает объединять под своим началом всех аристократов Сильвании. Он как бы оказался хорошим правителем, действительно. То есть, он был обаятелен. Он всегда пытался сначала разговаривать, только потом действовать. Как бы Изабелла во всём ему потакала и всегда была рядом с ним. Он нормально относился... Ну, как может относиться аристократ к крестьянам. Но кто-то с ним согласился. Кто-то ему добровольно решил подчиниться. А вот те, кто решили этого не делать... Ну, кто-то пропадает при загадочных обстоятельствах. Кого-то убивают какими-то странными образами. Типа находят труп с утра подвешенным за ноги к балке и полностью обескровленным. А если вдруг каким-то образом у них всё нормально, внезапно появляется армия нежити возле их замка и просто зачищает замок в ноль. И в целом в Сильвании начинает появляться всё больше оживших мертвецов. В ней в целом с этим были кое-какие проблемы. Потому что, как я уже говорил, там когда-то давным-давно жил могущественный... Ну, возможно, некромант, возможно, демон. Что-то вот среднее между этим. И там, ну, иногда, в принципе, ожившие мертвецы сами по себе бродят. А здесь они как-то бродят слишком уж осмысленно. Но при этом всех, кто поклялся Карштайну в верности, мертвецы не трогают. Мертвецы подозрительным образом нападают только на тех, кто как-то противится новому правительству. Вот уж совпадение. Насколько я помню, Карштайн всего лишь за несколько лет запугал и уговорил вообще всех аристократов, которые смог. И буквально, ну, типа за считанные года объединил под собой довольно большой кусок страны. И опять же, ну, в целом так, что к нему не подкопаться. Типа, ну да, ну, ожившие мертвецы, подумаешь, вырезали моих политических оппонентов. У вас есть доказательства? Нет? Ну, будьте осторожны по пути домой. У нас через горы дороги очень опасные. Не расшибитесь себе там по пути. Ну и внезапно в Сильвании начинается реально золотой век. Крестьяне жирнеют и богатеют, как ни странно. Они в безопасности. Разбойников нет, мутантов нет, хаоса поклонников нет. Ну, нежити дофига. Которая просто где-то себе стоит на границах и, ну, молча скелеты топорщатся на ветру. Ну, типа, просто не ходи в леса, ёпта. Ну, не знаю, меня бы сильно смущало, если бы вокруг меня ходила нежить. Ну, смотри, я в целом с тобой согласен, но раньше в чём была проблема? Ты мог выйти с утра и потянуться, и оказаться в пыточной, просто потому, что у графа сегодня было плохое настроение. А сейчас у тебя есть вполне конкретный список мест, куда ты не ходишь, и в целом у тебя всё зашибись. Всё равно не очень звучит. Ты сейчас размышляешь как современный человек. А как крестьяне тогдашние, которые доживали там до 30 в лучшем случае, это очень даже неплохая жизнь была. Но, но, здесь происходит одна очень важная вещь. Изабелла заболевает туберкулёзом. Внезапно в мире Вархаммера туберкулёз не лечат. Что? В смысле? Ну, здесь есть, на самом деле, одно логичное объяснение. Влад во время всех своих, так сказать, реформ очень сильно стал избавляться от религии. Аллегории на Советский Союз, шутки, не шутки, не знаю. Но он реально запрещает священников Сигмара, запрещает священников Морра, а Морр – это местный бог мёртвых. Ну, такой буквально смерть с косой, которая сопровождает умерших в загробный мир. Хороший бог мёртвых. Такое у него банальное имя. Что поделать? И постепенно вот все святыни, вся религия уходит из Сильвании и... А с какой мотивацией? А кто ему может перечить? Он граф этих земель. Он просто... Ну, он постепенно, мягко, но это всё... Не так, что он вышел один раз на балкон и просто всё, никакой религии. Там часовеньку снесёт, там часовню, там священников изгнания по каким-то надуманным причинам выгонят. Там священника растерзали волки и тому подобное. Я просто не пойму, если там в реальности с религией борются под знамёнами какого-то материализма, что всё это средневековые выдумки и у вас нет никаких пруфов, то в мире Вальхаммера, кажется, у священников нет проблем с тем, чтобы предоставить пруфы, что их бог существует и даёт им какие-то магические силы. Да, но местный граф, который может приказать тебя повесить и, например, расчленить на куски за то, что ты ему не повинуешься. Материализм быстро сталкивается с пытками и угрозами смерти, так что... Ну, то есть просто лично правителю не нравится религия. Но при этом, я же говорю, Влад всё ещё считается более адекватным, чем предыдущий правитель. То есть он не подводит под это какие-то основания, просто ему лично не нравится. Вскрывать не буду. По тем источникам, которые я искал, конкретных объяснений я не нашёл. У него, лично у Влада, есть причины, насколько мы с тобой уже догадываемся. А местным, ну ладно, боже мой, а чё? У них всё хорошо, у них всё намного лучше, чем было. Ну, типа, они всё это сводили к тому, что он немножко эксцентричный. Он иноземец, устанавливает здесь свои законы. Типа, это, конечно, странно, но нам же хорошо жить. Будем делать, как он приказывает. Погоди, а вот во всяких средневеково-фэнтезийных сеттингах обычно жрецы, священники выполняют роль врачей. А здесь, получается, такая же история в Вайхамере? И да, и нет. Здесь буквально существует школа магии жизни и Шаля, богиня. Ну, то есть, здесь есть маги-лекари, а есть жрецы-лекари. Но все они были высыланы на мороз. А он вообще всех врачей выгнал? Насколько я понимаю, он... Ну, то есть, Изабеллу пытались лечить, но у никого ничего не получалось. То есть, по-видимому, ну, ей можно было помочь магии, но он этого допустить не мог. Ну, опять же, вот здесь я не исключаю, что, может быть, мне нужно было книжку про него прочитать целиком и полностью, которая состоит из 600 страниц. Ну, в комментах объяснят. Конечно. Но Влад что сделал? Влад сделал так называемый пауэр-муф. Он вышел к народу, сказал, да, моя жена больна, ей не могут помочь, но я знаю, как ее вылечить. Заперся с ней на три дня в замке. И через три дня Изабелла вышла здоровая, но несколько бледная, и продолжила с ним править. Типа он ее воскресил или что? Вот. Собственно, можно уже, наверное, переходить к всяким мелочам. У мельницы есть такая песня. Да это вообще... Ну, то есть, в целом-то здесь все довольно сильно из штампов состоит, но, тем не менее. Ну, естественно, Влад все это время был вампиром, и Изабелла об этом узнала сразу же практически, он особо ей не скрывал. Но, во-первых, как я уже говорил еще в первом выпуске, у вампиров есть как бы сверхъестественное обаяние, то есть, вполне возможно, что она к нему банально... Ну, возможно, он воздействовал на нее магией, но похоже, скорее всего, это было типа по любви реально. И она хотела стать вампиром, потому что она понимала, что он будет жить вечно, а она типа рано или поздно умрет, она состарится, у нее истекут силы, и заболела она как бы очень не вовремя. И Влад все это время ломался, потому что он знал, что, ну, если быть вампиром, это довольно большое количество недостатков. Это жажда крови, это ухудшение того худшего, что в тебе было. Поэтому он жену первое время оберегал, но когда она стала умирать, он решил, что, типа, ну ладно, какие у меня есть варианты. Первое, она умирает, второе, я делаю ее вампиром. Хрен с ним, сделаю ее вампиром. И сделал. У меня вопрос к этому сюжету и к сумеркам. Оу! Я не очень понимаю концепцию, как вампир может, получается, любить человека. Это довольно странно, в принципе, звучит. То есть поначалу я так поняла, что ему нужно было на ней жениться, чтобы получить власть. Так точно. И поэтому, если она после этого умирает, то никаких проблем. Даже, наоборот, хорошо для него. Но он все равно зачем-то делает ее вампиром, вместо того, чтобы дать умереть. Да. Видимо, любовь. Да. Но почему вампир любит человека? Ну, это должен был быть, на самом деле, вопрос ближе к концу выпуска. Очень сложно это сказать. Ну, опять же, я конкретных объяснений не знаю. Скорее всего, причина как бы довольно простая. Пока она была живой, он в целом к ней привязался. То есть ей понравилось. Ему почему люди любят. Понравился характер, возможно. То есть ирония еще вот в чем. При жизни Корштайн, несмотря на весь... Ну, при жизни приправлений Корштайна, все говорили, что он безумно обаятельный и дипломат. Но у него была одна отвратительная черта. С ним невозможно было спорить. Он есть... Ну, у него был ужасный характер. И, ну, под ужасным характером я не имею в виду то, что он был истеричкой. А под ужасным характером я имею в виду, что если идет не по плану, он впадает в безумие и расчленяет вообще всех, кто оказался с ним в одной комнате. И успокоить его могла только Изабелла. Причем, в том числе, при жизни. Ого. Это звучит очень тупо и ванильно. И что? Ну, то есть создатели Вайхаммера почему-то захотели какую-то сахарную историю любви вписать в лор, наполивав на весь лор вокруг. Дальше будет еще круче, что самое смешное. Ладно, слушаю. Ну, собственно говоря, что мы имеем на данный момент? У нас есть объединенная под единым началом довольно большой кусок страны единой, которая, в принципе, теперь полностью отрезана от религии и магов. У нас есть два графа вампиров. И Влад в это время уже начал остальной аристократии предлагать тоже стать вампирами. Тут уже не из любви, а чисто из корыстных помыслов. Потому что, когда ты становишься вампиром, ну, ты становишься сильнее, и у тебя появляется определенная власть над мертвыми. Так, тут мне нужны подробности. Кто такие вампиры? Вспоминаем рассказ про Нагаша из первой серии, из нулевой серии. О, боже, ты думаешь, что я запоминаю? Я могу в лучшем случае конспект свой пересмотреть. Что тебя конкретно интересует? Итак, я нашла свой конспект самого первого подкаста, и там есть список. Вампиры, вардалаки, скереты, мумия, зомби, призраки. Рядом с вампирами написано Ниферата, ваш наш. Это всё, что я знаю про вампиров. Это, конечно, всё классно. Ты спроси, что хотела-то. Кто такие вампиры? Я не помню. Давным-давно в местном Египте был некроман по имени Нагаш. Ага. Он стал бессмертным, и одна из местных цариц по имени Ниферата захотела повторить его, так сказать, подвиг. Она создала специальный волшебный эликсир, который тоже сделал её бессмертным, но так как это была китайская подделка, так сказать, он сделал её бессмертной в виде вампира с одним дополнительным неприятным свойством вечной жаждой крови и ухудшением без того худших черт её характера. То есть была какая-то Ниферата, которая сделала зелье, которая превратила её в вампиров. Правильно. В вампира. И она после этого превращала своих союзников вампиров. Если я помню, ещё четыре было вампира, включая Вашанэша, которые тоже выпили это зелье. То есть она отдала ещё четырём другим людям выпить это зелье, и вот так получились пять первых изначальных высших вампиров. Так, ну и что вот про вампиров этих? Какие у них свойства? Они бредные, бьют кровь, у них есть клыки, они боятся крестов. Крестов не боятся, Иисуса в этом мире не было. Чеснока боятся? Нет. Серебряных пуль? По-моему, да. Серебро они не любят. Они не могут зайти в дом без приглашения? По-моему, могут. Короче, давай. У них есть плащ красный. Плащи они любят, но в Вархаммере много кто любит плащи и смехотворные головные уборы. Ты закончила свою перечень стереотипов? Да, это всё, что я знаю про вампиров. В мире Вархаммера основное, что надо знать. Естественно, вампиры много сильнее и ловче человека, бессмертные, но время от времени им нужно пить кровь. Грубо говоря, кровь – это очень сильный в каком-то смысле переносчик магической энергии, вампиры – существа магические. Пока понятно, да? Вампиры были прокляты Нагашем. Нагаш изначально предложил вампирам быть генералами его армии мертвецов, вампиры его предали. Нагаш проклял их во веки веков не видеть солнечного света, вампиры на солнце истлевают. Как это решается высшими вампирами? Они вызывают тучи летучих мышей и они закрывают солнце. Продумано. Или по ночам только действуют. А вот этот главный герой Влад, он, получается, тоже не переносит солнце? Да. И что, и приходил под кучей летучих мышей? Он практически не выходил из замка. То есть, на самом деле, в определенный момент люди в Сильвании стали догадываться о том, что что-то не так. То есть, там была такая, во всех источниках, которые я находил, была такая фраза, что, мол, когда в одной из деревень самая старая жительница деревни заявила, что ее прабабка еще молодой девушкой помнила, как Влад правил Сильванией, все поняли, что что-то какая-то херня происходит. Но при этом сказали, ну и ладно. То есть, да, они не выходили из замка, еще много приходило всяких подозрительных личностей в капюшонах внутрь замка, но это же аристократы, а мы крестьяне. Ну и пусть делают, что хотят. А зачем вампиру править человеческим граммством? Этому объяснение есть. Я уже сказал несколько раз, когда ты становишься вампиром, самое худшее в тебе усиливается десятикратно. Влад был безумно честолюбивым и гордецом. Он хотел буквально править. Он при жизни еще был высокородным дворянином. Ну то есть, в этом плане, во всех источниках все сходится к тому, что он реально был дворянином. И, видимо, ему просто, ну, хотелось почета, любви, славы и обожания. Ну, понятная мотивация. Ну, собственно, мы подходим к самому главному. Еще один важный момент, который я не упомянул. Где-то до, если не ошибаюсь, то ли до того, как он пришел в Сильванию, то ли в самой непосредственно Сильвании, скорее всего, первое, он нашел одну из книг Нагаша. Если вдруг ты забыла, Нагаш села, написал курсовую работу по некромантии из тринадцати книг, если я не ошибаюсь, или двенадцати книг. Эти книги часто всплывают в сюжете, и любой их нашедший, как правило, может их изучить и стать довольно-таки мощным некромантом. Вампиры все по умолчанию существа магические, у них есть склонность к колдовскому ремеслу, и когда Влад нашел такую книгу, он стал действительно мощным некром. И еще один важный момент, последний, перед началом самого главного события. В один момент ночью на один из не особо подалеку находящихся городов упал сраный метеорит, осколок Луны. Напоминаю, что одна из лун в этом сеттинге сделана из варп камня, а варп камень это магический кокаин слэш азерит. Этот город назывался Мартхайм, можешь не записывать, по нему есть отдельная настолка и несколько компьютерных игр. Суть в том, что это теперь просто Чернобыль местный, в фэнтезийном смысле, то есть там невозможно жить, там живут мутанты, но туда упал осколок из магического кокаина. Магический кокаин вызвал интерес у очень многих фракций этого мира, в том числе у Влада фон Кальштейна, который нанял, если я не ошибаюсь, наемников и отправил туда несколько некромандов, чтобы они для него добыли как можно больше этого варп камня. Все это время, собственно, что он делал все это время? Он создал себе генералов в лице вампиров помладше, если что, создание вампира это магический, возможно, эротический процесс, я не уверен до конца, но ноу-хому превращает других мужиков в вампиров никакого гомосексуализма. Просто, насколько я понимаю, младший вампир вроде как обязан подчиняться старшему, но у него не получится выйти из-под контроля. Он наплодил большое количество мертвецов, которые сторожали его границы. Он, кстати, закрыл границы. В Сильванию можно было въехать и выехать только по личному разрешению Влада. Он полностью изгнал религию и магов. Время от времени в Сильванию прибывала местная инквизиция. Охотники на ведьм, то есть это реально специально обученный орден, которые занимаются расследованием всяких культов, паранормальщины и прочей херни. Ни один из них не вернулся, чтобы рассказать, что происходит в Сильвании, потому что, ну, Влад в целом, как я уже сказал, во-первых, он был хорошим правителем, во-вторых, хороший правитель знает, что происходит в границах его страны. А это богатство все еще оставалось частью империи людей? Да, и оно, если не ошибаюсь, как бы исправно платило налоги, и поэтому ни у кого не возникало проблем. То есть, пока вы платите налоги, можете там хоть в ноздри трахаться. Налоги приходят, все в порядке. А у правителя империи не было вопросов к этому? Проблема в том, что империя, как я уже говорил в выпуске про людей, это довольно плохо организованное государство. То есть, оно формально как бы единая страна, а по факту все там сбились в своих провинциях, в графствах и занимаются, чем хотят. Плюс, ну, в империи все это время происходило то какое-то нападение демонов, то орков, то внутренние гражданские войны. А Сильвания, она находится на отшибе, и она никому особо не нужна. Реально, пока оттуда приходят налоги, всем насрать. Плюс, раньше до этого там был абсолютно неадекватный граф, с которым никто не хотел связываться, а когда Влад пришел к власти, он как бы аккуратно почистил все концы и просто прикидывался ветошью. Ну, допустим, я понимаю, в чем профит империи. Они просто получают деньги каждый месяц. И что тогда дергаться? А в чем профит тогда этого Влада быть частью империи? А вот мы подходим как раз к этому куску. Я почти закончил. Влад решает, что действительно ему недостаточно быть всего лишь одним графом одного княжества. Он хочет стать императором всей империи. Он решает, логично подумав, что ну, я благородных кровей, у меня хорошо получается управляться с маленьким куском страны. Скорее будет сексизм, извини, сейчас с моей стороны. Скорее всего, жена ему тоже говорила, ну, слушай, да, действительно, тебе, мне кажется, нужно расти над собой. Типа, граф, это, конечно, хорошо, но это же, ну, у тебя хорошо получается, ты хорошо идешь на контакт с людьми. Вот, и он решает, что да, я стану императором. Я, правда, не совсем уверен, что он посылал, типа, официальное заявление в стиле здравствуйте, сделайте меня императором. Нет. Он, естественно, в страшную лунную ночь выходит на вершину своей башни, берет в руку книгу Нагаша и начинает читать какое-то заклинание мега поднятия мертвых. Все кладбища, могильники, все трупы, которые до этого были в окрестностях Сильвании, потому что он законный правитель Сильвании, подчиняются ему и восстают из своих могил. Поднимается безумно гигантская армия мертвецов. Все эти мертвецы передаются генералам, вампирам и сержантам-некромантам. К Владу стало пребывать очень много некромантов, потому что прошел сушок, что он покровительствует темным искусством. Все вот эти личности в капюшонах, которые раньше прятались по оврагам и буеракам, они буквально приходили к нему в замок, он запирал их в подвале и заставлял там заниматься неоплаченным стажерством, так сказать. Зачем тогда приходить? Ну, потому что у Влада была девятая книга Нагаша и он их покрывал же реально. То есть выбор между тем, чтобы жить в пещере и там время от времени вылезти, может быть, знаешь, посреди ночи воскресить двух зомбаков на окрестном кладбище и в страхе бежать обратно в пещеру, чтобы тебя крестьяне дубинами не забыли. Или вот у тебя официальный типа покровитель, который там дает тебе огромное количество ресурсов и всего, чего только нужно, пока ты выполняешь его приказания. Свобода лучше. Напомни, где ты сейчас работаешь? Не скажу, а то это будет рекламная интеграция. А мам за неё не заплатили. Да. Кошмар какой. Ну, собственно, у Влада имеется огромное количество всех необходимых ресурсов и он решает идти на столицу империи буквально брать корону силой. Прикол ещё в том, что, если я не ошибаюсь, в этот момент в империи была так называемая эпоха трёх императоров, классическая гражданская война. То есть, есть три претендента на манию императора, все эти грызутся между собой. Что делает Влад? Ну, тут Изабелла не особо маскируется, что она вампир. Это она ещё маскируется, есть вторая версия, где они, типа, полностью без маскировки. Вот. Ну, и вот так они выглядят уже, так сказать, на момент начала войны. Какой-то вычурный косплей. То есть, если ты вампир, то ты обязательно должен носить бляшки с черепами. На самом деле, у этих, у вампиров Вархаммера есть, ну, пять кланов больших, и они все, знаешь, такие прям. Ну, вампиры в нашей культуре же имеют много всяких разных форм. Это вампиры, так сказать, вот эти Брэма Стокера, Сумерка, всё-таки красивые, аристократичные, надменные. То есть, у неё буквально, если я не ошибаюсь, латная юбка. То есть, да, у неё гигантский корсет, но при этом в игре у неё типа нормальные показатели брони, потому что вот эта вся юбка, это типа то ли железо, то ли ещё что-то. Ещё у неё в руке, вот здесь можно заметить, это кровавая чаша, в которой никогда не заканчивается кровь, и поэтому она прям в бою ходит, размахивает мечом, пьёт из чаши. Стильно. Да. Ну, в принципе, я так думаю, если бы... Ты была вампиром, ты бы одевалась так же. Да, я бы прям побольше черепов на себя нацепила, потому что кто мне что сделает? Вот именно. Ну, нужно же как-то стиль соблюдать. Это не стиль, это уже какой-то китч. Но если можно прям максимально в это погрузиться, почему бы и нет? Вот. Ну, собственно, начинается так называемая первая первая война графств вампиров. Первым делом Влад вторгается в соседнюю область, если не ошибаюсь, в Талабекланд. Нам это вообще абсолютно не важно, но суть в том, что первое время у него будет только победа за победой, потому что это все происходит внезапно. Вопрос. Зачем он вообще идет войной, если он классный дипломат, харизматик и может со всеми договориться и присоединять всех к переговорам? Ты буквально опережаешь на одно предложение меня. Суть в чем, у Влада есть его так называемый кэтч-фрейс, который он произносит каждый раз перед тем, как начать сражение. Он выходит всегда к полководцу и говорит «Присоединитесь и служите мне при жизни или умрите и станьте моими рабами после смерти». Ну, во-первых, люди все-таки не очень хорошо реагируют на то, когда видят перед собой лавину из скелета, во-вторых, ну, видимо, во-вторых, генерал услышит такую речь от Влада и думает «Ты чё, охерел?» Да, очень правильная реакция. Вот, но тем не менее Влад действительно эту реплику каждый раз произносит. Это так себе попытка договориться, прям вообще. Ну, фактически план Влада такой, я иду в столицу и постепенно разоряю мелкие княжества, ну, княжества, ну, назовем их княжества, графства, и, ну, набираю себе дополнительных сторонников в лице живых или мёртвых, неважно. Причём ирония в том, что с ним в армии нежити даже идут живые добровольно, потому что Влад выполняет свои обещания, он платит им зарплату, вполне возможно, что у них медицинская страховка есть. Там же плохо с медициной у них очень. После Влада стали строить больницы и библиотеки. Нет, у него даже жена умерла из-за того, что... Ну, врачи-то есть, тем не менее, коновалы всякие, скорее всего, точно существовали ещё, да. Я просто не понимаю, как так получилось. Возможно, это плохое влияние жены, но до замужества, получается, он захватил власть исключительно с помощью харизмы и хитрых планов, да, он парфосно вовремя появился в этой... в Селивании, он чисто с всякими манипуляциями и дипломатией присоединил к себе, объединил вокруг себя аристократов, и вдруг, в какой-то момент, он решил, хватит всего этого, теперь я буду воевать. Какого чёрта? Опять же, я конкретных объяснений не знаю, то есть, это всё чисто могут быть мои додумки. Во-первых, может, у него в один момент лопнуло терпение, то есть, может, ему хватило вот десяти лет, чтобы собрать одну страну, он подумал, типа ещё тратить сто лет на то, чтобы захватить вот всю империю целиком. Так он же бессмертный, куда ему дарить? Ну, подумал, так, наверное, проще. Я не исключаю, что Изабелла плохо на него влияла, конечно же, что вполне возможно, что все бабы, все беды, женщины, вот это вот всё, да, бумеры, плюс в чат. Я не знаю, на самом деле, но справедливости ради, как я уже сказал, он пошёл к столице, и к нему присоединялись время от времени, реально, потому что он держал своё слово, что самое смешное, то есть он приходит в деревню, ну, конечно, были такие, кто сопротивлялись, но после того, как, знаешь, пара деревень была уничтожена, разорена подчисту, и все были превращены в скелетов, все остальные решили, ну, да, он, конечно, как раз ощущение вампир, ну, типа, маленькие налоги, это довольно соблазнительно, и то есть, да, он, ну, реально к нему многие присоединялись добровольно, из песни, так сказать. Ну, это сложно назвать добровольным, то есть, либо твою деревню сожгут точно так же, как десяток до неё, или ты присоединишься к нему, идёшь дальше с ним воевать. А как иначе может быть? Ну, в мире Варихамера, наверное, да, никак. Ну, конечно, многие стали беженцами и стали отступать куда-то западнее, ну, в конечном итоге, что стало, что был один важный переломный момент. Уже захватывая столицу Талабикланда, если я не ошибаюсь, навстречу Владу вышла первая большая серьёзная армия, то есть, все жители области, все наёмники объединились и вышли против него. Влад, естественно, произнёс свою речь. Курфюрст слэш-граф сказал, пацаны, давайте нарубаем сегодня нежити, спойлер, у него не получилось. Его взяли в плен и Влад решил устроить показательную казнь, потому что он же сказал, либо служите мне живыми, либо служите мёртвыми. Поэтому он связал, или неважно, графа, поставил его на колени и заставил смотреть на то, как казнят его людей и воскрешают тут же в виде зомби-скелета. Граф чуть-немножко психанул от такого дела, каким-то образом вырвался и срубил Владу башку мечом. Ого. На этом всё и закончилось. Ну, правда, графа сразу же разорвали на куски и даже, наверное, не воскресили просто из принципа. Что здесь началось? Две важные вещи. Во-первых, все такие решили, ну, знаете, мы тоже крутые вампиры, у нас уже есть армия нежити и мы уже испортили отношения с соседями. Как-то странно будет возвращаться домой и просто оставить гигантскую лавину зомби, сторожить границы. Давайте всё-таки пойдём к императорскому дворцу и попробуем захватить власть. Началась грызня и победил, если я не ошибаюсь, ой, а я не вспомню, как его зовут, победил тоже какой-то большой, серьёзный, важный вампир. Я такой сказал Изабель, ну, я понимаю, что вдова, но, понимаете, я тоже винный, знаменитый мужчина. Может быть, вы захотите всё-таки стать императрицей. Она здравонос, по-моему, вообще-то молча ничего не говоря, просто ушла к некромантам, чтобы они её защищали. Молча ему отказала. Заходорова, по-моему, фамилия была, но это не важно. Ну, окей, что ж, внутри реформация произошла, войска переугрупировались, и тут вернулся Влад. Он просто молча зашёл в палатку, Заходор понял, что, ой, кажется, я совершил очень большую ошибку, попытался что-то сказать в свою защиту, но Влад молча срубил ему голову, собрал армии заново и пошёл дальше. Так, вопросы. Почему он воскрес? Ближе, чуть-чуть дальше это расскажу. Это нужно, чтобы темп хорошо соблюдался. Всё, вопросов больше нет. То есть, вся эта история ни на что не повлияла? Нет, она повлияла на пару вещей. Короче, Влад собрал всех живых и мёртвых, которых смог Сталобекланда и пошёл дальше форсировать реки и постепенно разорять земли империи. Как бы по классике фэнтези и вообще всего что угодно, конечно же, люди поначалу не восприняли эту проблему всерьёз. Ой, ну подумаешь, какой-то граф на востоке из-за жопья бунтует. У нас такое происходит типа по пять раз в месяц. А потом, когда стали приходить слухи о том, что, ну вы знаете, теперь вместо вот такого-то княжества у нас там теперь сраная пустошь, заселённая скелетами, все что-то стали немножечко очковать и собираться на советы. Но разумеется, человеческая натура такова, что никто там не хотел, чтобы один человек их всех вёл, все пытались поставить себя во главе, и поэтому Влад продолжал бесчинствовать. Но проблема в чём? Влада продолжали убивать. То есть он, по-видимому, он почувствовал, так сказать, вкус бессмертия, и он стал вести себя всё более и более нагло. Он то в одиночку бросится на пол копейщиков, и его проткнут просто в 15 тысяч разных мест, после чего он через год возвращается, и всех этих копейщиков там приказывает освежевать заживо, причём заставляет их делать это друг с другом. То ему пушечным ядром снесут голову, а он через час просто с пукерфейсом возвращается и лично отрывает каждому из этих пушкарей головы. Его убивали много раз, и он каждый раз возвращался. То есть в какой-то момент уже все такие, ну ладно, все привыкли. В конечном итоге он доходит до столицы, как ни странно. Там собралась огромная армия, то есть, ну здесь понятно уже, что ну Влад буквально подходит к воротам столицы, он такой, давайте вы меня коронуйте, а я вас всех пощажу. Самый очевидный тогда претендент на престол даже хотел сдаться, потому что, ну типа, он пощадит очень много жизни, ну и в целом, там говорят, человек говно был, на самом деле он скорее свою шкуру хотел сохранить, но, но, главный церковник сказал вот этому ванаби императору, не Владу, который должен был встать на престол, что подожи, не сдавайся, сейчас мы что-нибудь закумекаем, он ушел в храм Сигмара, заперся там на три дня, а когда вышел, сказал, что ему было видение, он знает, как победить Влада, и вот сейчас я, короче, буду раскрывать кучу карт. Можно уточнить, а вот это вот свойство неубиваемости и возвращаемости постоянно, это вообще фишка всех вампиров или только Влада? Нет, вампиров можно окончательно уничтожить, но это очень сложно, но настолько дикой регенерации и бессмертия ни у кого не было, это фишка именно Влада. То есть, грубо говоря, ты можешь вампиру там отрубить обе ноги, его это скорее всего очень сильно разозлит, но он выживет. Владу ты можешь отрубить все, ты можешь его расчленить на сколько угодно кусков, но он вернется. Я просто хочу понять, он такой один уникальный или у него есть личная армия вампиров, каждый из которых не убиваемый? это фишка именно Влада, и вот ты же говоришь, сейчас я все карты буду раскрывать, будут буквально все спойлеры. Короче говоря, главный церковник, так называемый верховный теогонист, по-моему, зваю... Айлан, не важно, как его звали, Лютаргуст, Леопольд, Вольфрам, не важно. Он вызывает самого крутого вора своего поколения, Феликса Манна, и говорит ему, что секрет силы Влада кроется в волшебном черном кольце у него на пальце. Так тупо. Я же говорю, сейчас все будем раскрывать. И говорит, что Манна... Ну, Манн сидел в тюрьме, его освободят, его сделают чистым перед законом и отпустят на все четыре стороны, если он принесет это кольцо. И Манн справляется. Он пробирается, блин, в центр лагеря сраной нежити, заходит в сделанную целиком из черного шелка палатку, где внутри по часовой стрелке спят в своих гробах граф и вампиров и ворует кольцо с пальца Влада. И уходит. А вампирам нужно спать? Им нужно время от времени лежать в гробу и восстанавливать свои силы. Звучит, как какая-то игревая механика. Что поделать? Но я знаю одну интересную фишку. Есть очень жестокое наказание для променившихся вампиров. Им не дают выбираться из этих гробов. Их, например, накрывают сверху камнями и они от клаустрофобии и отсутствия крови постепенно мутируют, сходят с ума и превращаются в гигантских гуманоидных летучих мышей. И такие существа потом служат Владу в качестве элиты. Собственно, Влад приходит в себя, просыпается и видит черного кольца у себя на пальце. Опять же, я не помню, как в русском языке это слово называется, но он впадает в тантру, то есть в абсолютно лютейшую, безумную ненависть и приказывает штурмовать нахер город. Он сначала хотел взять его измором, но тут он просто приказывает всем идти в лобовую атаку и лично все это возглавляет наперед и умирает. Окончательно? Он забирается на вершину башни какой-то или на вершину крепостной стены и дерется там с главным церковником. Церковник набафан сигмаром, у него магический молот, но он, ну как бы, у него есть одна проблема, он человек, он устает. Нам написано, что бой длится час, то есть час-два больших, взрослых, накачанных, возможно, усатых мужика делаются на стене, может быть, даже голые до пояса, ну это так для нашей женской аудитории. Но Влад не устает, церковник устает, поэтому он принимает единственное логичное решение, он прыгает на Влада, обнимает его и вместе с крепостной стены они падают на укрепление, ну знаешь, возможно, ты видела деревянные коля, которые ставят перед местами, чтобы конница не могла резаться. Влад падает на этот деревянный кол, немножечко расстраиваться, но тут сверху падает еще этот церковник и Влад надевают полностью на это все. Изабелла на это все такая смотрит, такая, ну что ж, и тоже прыгает, и прямо сердцем падает на кол, и тут же рассыпается в прах. Вампиры на все это смотрят в охерении такие, что ж, видимо, мы проиграли. А почему Изабелла так делает? Изабелла решает, что лучше она умрет, чем проведет вечность без своего возлюбленного. Так он же умирал уже кучу раз. Бо, так я же говорю, сейчас я все карты-то раскрою. Давай, раскрывай. Не перебивай, я тут пытаюсь, я пытаюсь, многие жалуются на то, что я не могу просто открыть и зачитать текст в Википедии, я сейчас буквально зачитываю текст в Википедии. А я тут зачем тогда? Ты же девочка, тебе должен нравиться истории любви. Ну, пока все очень странно, нелогично. И, собственно, вампиры разбредаются, потому что они понимают, что без Влада что-то как-то никак. То есть, проблема у нежити в чем? Ну, Влад уже был основным, так сказать, ядром этой всей армии, главным кастером, и нежить начинает постепенно развоплощаться. Ни один вампир не способен подчинить себе сразу же такую кучу нежити и при этом не потерять часть войск. То есть, скелеты буквально начинают рассыпаться на куски, зомби падают на землю, победа. Что в конечном итоге мы имеем на руках? Влад. Предыстория Влада такова. Есть официальное и неофициальное, но по факту есть редко и не редко. Я тебе рассказал еще в первом выпуске был такой вампир по имени Вашанеш, который был мужем Неферата. Ему Нагаш подарил кольцо волшебное, которое делало носителя бессмертным и подчиняло всех вампиров его воле. Вашанеш пожертвовал собой, чтобы вампиры освободились из-под влияния Нагаша и разбрелись по миру. Это официальная версия. Потом это немножко заретконили, оказалось, что это все история, которую выдумал Влад, чтобы казаться круче, чем он был, потому что на самом деле он был просто каким-то мелким дворянином, но очень хорошим тактиком и действительно искусным дипломатом и Неферата просто сделала из него свою наложницу, ну только мужского пола. При этом я во всей этой истории не нашел, когда ему Нагаш дал кольцо. Влад по миру, говорят он бывал в Кисливе, говорят он бывал в Катае, он даже вроде бы пиратом поуспевал побывать, ему даже предлагали снова вернуться и служить Нагаше, он отказался. В конечном итоге он решил, ну вот он придумал себе такой план, он нашел книгу Нагаша, он пришел в Империю и решил, что начнет постепенно плести свой клубок, но вот да, не совсем понятно, почему он не продолжил просто аккуратно манипулировать, а в итоге решил вторнуться в землю. Вполне возможно, что причина, невозможно уже это все было скрывать, то есть слишком много он привлек внимание к своей персоне и если бы он продолжал медлить, то вполне возможно, что на него бы первым напали и он бы не успел, ну то есть в обороне ему было бы хуже, чем в атаке, потому что, ну вот он напал на сторону, разорил ее, воскресил кучон дедов и так далее. Так а волшебное кольцо-то Нагаша сделал? Скорее всего Нагаша, но есть, ну я, опять же, я на это подготовился, я не нашел точного пруфа или не пруфа, скорее всего, это была копия кольца, просто менее мощная, но которая, тем не менее, Владу позволяло возвращаться из мертвых. А теперь самая смешная часть. Во-первых, есть вот одна проблема, с которой у меня были вопросы, на которую я понял, когда все это изучил. Почему Влад, то есть прикинь, Влад просыпается, видит, что у него нет кольца, дающего бред смерти и что он делает в первую очередь атакуем. Две причины. Во-первых, как я уже говорил, у него был отвратительный характер, он легко впадал в безумие и это половина объяснения. Вторая половина, никто, кроме Изабеллы, не знал про кольцо. Он не мог просто сказать, у меня стырили кольцо, давайте атаковать. Его бы сразу же ударили в спину. У него не было другого варианта, как продолжать играть как бы с плохими картами на руках. Он, видимо, решил, что ну... То есть было бы подозрительно, если бы он такой... Вот он во всех битвах, он же всегда атаковал первым, потому что он понимал, что нихера не будет. То есть даже если его убьют, он перед этим там успеет столько фрагов нарубить, что победа все равно будет в его пользу. Было бы очень подозрительно, если бы он в шаге от его заветной мечты, он в последнюю очередь засал. То есть он решил сыграть и проиграл. Теперь самое смешное. Было у него два сына. Ну, не кровных, вампирских. Два самых больших его графа, которых он лично сделал, которые внесли потом еще очень большие... Ну, они внесли свои имена в историю империи. Это Конрад фон Карштейн и Манфред фон Карштейн. Можешь опять же не записывать. Но суть в том, что Манфред это был такой двуличный ботан-задрот. Манфред подсказал людям о том, что кольцо дает силу Владу. Откуда он знал? Манфред был... Как это сказать? Он предпочитал теорию практики. Он много чего изучал. Он, скорее всего, просто догадался. То есть вполне возможно, что это бы не сработало, но он достаточно аккуратно передал новости главному священнику. А потом он еще и поймал этого вора и разорвал его напополам и собрал себе это гребаное кольцо. Какой хитрый чувак. Он будет, между прочим, главой Третьих вампирских войн. Есть еще Конрад фон Карштейн, но это такой халк вампирский. Он даже колдовать особо не умел. Он просто собрал всех некромантов, которых смуксывал. Ведите мои армии, а я буду убивать всех. И успел учатужить половину империи в процессе. То есть проблема в том, что все наследники Карштейнов, они все его честолюбие в себя вобрали и все они пытались стать императорами. Спойлер, ни у кого не получилось. Влад был, кстати, ближе всех к этому делу. Изабелла почему умерла, не совсем до конца понятно. Мне на самом деле это тоже кажется нелогично, потому что я считаю так. Если уж ты вечно живешь, ты можешь попытаться остаться в живых и найти способ воскресить своего сраного мужа в конце-то концов. Ну, видимо, она почему-то знала тоже прикольцо и поняла, что теперь окончательная смерть. Да, то есть она гарантированно это знала. И вполне возможно, что она просто тоже обезумела от горя. Ну и скорее всего она понимала, что ничего хорошего, она же не была несмертной. Если бы ее взяли в плен, ее бы ничего хорошего не ждало. Труп Влада потом собрали, разрезали на 16 тысяч кусков или что-то типа того сожгли, вогнали синовый кол в сердце, закопали вниз головы. Короче, сделали вот все стереотипные вещи, которые ты предлагала сделать, чтобы лишь бы он в этот раз наконец-то не вернулся. Спойлер, он вернется. Да ладно. И его воскресить на гаш. Ого. Да. Но при этом, что самое смешное, я не буду говорить про конец времен, потому что я хотел конкретно про это выпуск. Самое смешное, что Влад в итоге получит официальную должность при императоре. Главный вампир? Ну, он будет официально курфюрстом Сильвании. То есть тут он как бы неофициально получил должность, а тут его официально признают. Ну, конец времен, это совсем другая история, я не буду про него рассказывать. Ну, собственно, вот так закончились первые вампирские войны, и вот так звучит самая добрая и любящая друг друга семья в Вархамере. Влад и Изабелла, два человека-нечеловека, которые даже не смогли жить без друг друга. Влад пожертвовал как бы своей рациональностью, воскресил Изабеллу, а Изабелла решила не продолжать свою жизнь без Влада. Такие вот пироги с котятами по 30 копеек. Понятно. Вопросы какие-то ещё имеются? Я ответил на всё, что у тебя было? Вроде да. Если ты очень долго живёшь с человеком, остаётся ли любовь, или в конечном итоге это в один момент всё просто превращается в привыкание? Ну, мы как люди, смотри, я вот что считаю. Мы как человеки, как животные, не должны были жить очень долго. Там у нас вот, например, два комплекта зубов, которые уже к старости выпадают, потому что природа не была заложена, что мы так долго живём. И, как мы знаем, мозг уже не справляется ближе к старости с большим количеством нагрузок, начинаются болезни и всё такое. То есть мы и не способны, типа, любить по 70 лет, я пытаюсь сказать. Да, я понимаю, что странно говорить такое своей жене, но я пытаюсь сказать, что, типа, не является ли это каким-то эволюционным процессом? И, грубо говоря, ну, мы живём вот 60, 70, 80 лет. Если мы живём вместе 60 лет, это возможно превращаться в привыкание. А если ты живёшь 260 лет, 1060 лет, то остаётся ли вообще любовь? Существует ли любовь в таком количестве? Тебе не нравится этот вопрос, да? Ну, во-первых, да, конечно. Я не очень хочу задумываться на такую тему, потому что, мне кажется, ответ однозначный. Какой? Да, можно любить сколь угодно долго. Понимаешь, чтобы продолжать любить, не нужно ничего делать. Ты просто по инерции продолжаешь жить и одинаково проводить время с одним и тем же человеком. Но любовь ли это уже на таком этапе? Да. Думаешь? Ну, если от этого получаешь удовольствие, то да. Ну, ты не получаешь негативных эмоций, скорее. Ладно, если ты не готова рассуждать про это, могу предложить другую версию. Ну, мне кажется, я в целом неплохо сейчас сформулировал, и это можно оставить, да? Да, конечно. Ну, смотри, если ты хочешь прям как-то заниматься биогизатокством, то есть сводить человека к биологической какой-то вот сущности животному, то, ссылаясь на эволюцию, можно сказать, что эволюцию человек интересует только до того момента, как он размножился. То есть пока человек ещё не родил детей, он там может быть здоровым, у него может быть какие-то эмоции типа любви, которая заставляет его образовывать пары и заводить детей, вот, но вот ребёнок уже чуть-чуть подрос, стал самостоятельным, и всё, как бы человек больше тут не нужен в этой цепочке, дальше его ребёнок продолжает существование, и то, что происходит с человеком после рождения ребёнка, никак не влияет на дальнейший эволюционный путь всего человечества в целом, поэтому и возникают кучи всяких старических болезней, потому что, в общем, там эволюции плевать, что с человеком происходит. И получается, что и на здоровье человека плевать, и на то, что он чувствует, в общем-то, плевать. На физическое, на психологическое. До рождения ребёнка любовь нужна для того, чтобы захотеть родить ребёнка от конкретного человека, а дальше действительно уже как бы ни любовь не нужна, ни здоровый организм не нужен, и поэтому в старости всё вот так печально у людей. Ну и с этой точки зрения, чисто биологической, любовь заканчивается, когда рождается ребёнок. Ну то есть у Влада и Забелла могла быть бесконечная любовь, потому что у вампиров нет эрекции. Получается так. Я, кстати, забыл ещё одну супер-классную мега-ванильную штуку рассказать. Я считаю, это должно войти. Смотри. Во-первых, Влад приказал ещё при жизни заказать портрет Изабеллы, пока она ещё была в самом расцвете сил, чтобы она могла, ну, чтобы запечатлеть её красоту именно в этом моменте, потому что после того, как она стала вампиром, она перестала отражаться в зеркалах. И он приказал вынести все зеркала из замка и все зеркальные поверхности, чтобы она не смогла в них посмотреться и расстроиться за то, что она больше не может увидеть свою красоту. Очень мило. О, вот это значит мило. Да. Вот интересно, как это работает. То есть вот то, что он убил её дядю похотливого, который, возможно, хотел её снашать, это не мило? Нет. Нет? Ну, то есть все вот эти вот грамматичные... Все вампирские поступки не мило, да? Да, а всё, что связано с заботой, это мило. О, и чашечку, и пандерюзг, которую можно всегда пить. Ну, благо, боже. Ну, да, не поспоришь. Ещё они очень любили волков и летучих мышей, но это особо не важно. Так, ну что ж, сегодня мы закончили обсуждение персонажа. Давно у нас такого не было, и самое смешное, что в следующем у нас опять будет раса. Тебе нравится? То есть, окей, смотри, динозавры это круто? Да. Динозавры верхом на динозаврах это круто? Это странно, но всё ещё нормально. Будем говорить про динозавров верхом на динозаврах, откуда они взялись, и какова их роль в формировании этого мира. Ладно. Любимые всеми русы против ящеров. А кто здесь русы? Ну, Кислев. Ну, короче, в следующий раз поговорим про ящеролюдов. Такая раса здесь есть, у них довольно богатый вор, и в целом они, ну, да, довольно креативны. Это было с голосовалки, люди голосовали, получили возможность выбирать, про кого мы будем говорить в следующий раз. Это такая полудемократия, на самом деле, потому что если бы я вставил туда орков, все бы голосовали за орков, поэтому я орков не вставлял. То есть, понимаешь, я даю людям выбирать, но на самом деле не даю. А что не так с орками? Это безумно популярная раса, они бы победили с безумным отрывом. Так а почему тогда не рассказать о нем? Потому что у меня до этого было два часовых ролика про орков, и я всерьез задумываюсь над тем, чтобы сделать еще один маленький про лордов, потому что люди меня в комментариях уже задолбали вопросом про лордов орков. Понятно? То есть ты просто не хочешь говорить про орков? Я устал. Окей. В таком случае, мы можем начинать прощаться. Подписывайтесь, донатьте, подписывайтесь на Ютубе, ставьте лайк на Яндекс.Музыке, посылайте друзьям, оставляйте комментарии не меньше 16 слов, лайкайте на всех социальных платформах, покупайте мер, донать. Донайте на Boosty, на U-Money, ссылки на Ютубе в описании. Пожалуйста, все это делайте. Не на всех платформах, к сожалению, есть этот подкаст пока что, но я работаю над этим, чтобы он был везде. На этом я с вами прощаюсь, будьте сильнее яда, и мы обязательно скоро услышимся. а моя жена бука. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok